За минувшие сутки в результате боевых действий погибло три мирных жителя Донецкой области. Двое в Бахмуте, один в Солидарии. Еще 16 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. И более детально о ситуации в области знает и расскажет наша корреспондентка Алена Грамова. Алена, рада тебя видеть. Приветствуем. Ален, более детально хотелось бы от тебя информацию. Все, что ты можешь озвучить в прямом эфире, мы готовы слушать. Здравствуйте, коллеги. Ну, в славянском направлении, если быть точнее, города Славянска и Краматорска достаточно тихо прошли выходные дни. И, конечно, вы правильно сказали, Лейла, что все больше мы видим цифры погибших в Бахмутском направлении. Это действительно самые на сегодняшний день небезопасные районы, со слов главы области. Но и вообще в полторы-двух километрах от города на сегодняшний день проходят активные боевые действия. Так обозначил и генеральный штаб. Сегодня мы читали сводку о том, что бои продолжаются. А в самом городе на сегодняшний день остается порядка 15 тысяч мирных жителей. Город обстреливается каждый день. Вчера буквально россияне, обстреливая город, использовали реактивные системы залпового огня Град. Мы знаем о том, что пострадали вновь жилые районы, частный сектор и пострадала городская больница. Бахмут на сегодняшний день город, который уже находится на линии фронта. Однако вся ситуация контролируется вооруженными силами Украины. В целом, коллеги, за минувшие сутки россияне обстреляли 16 населенных пунктов. Действительно, бахмутское направление, город Солидар и город Северск находятся также под постоянными обстрелами. Ну и через Северск именно попытки штурма пытались сделать россияне. Однако вновь-таки под контролем эта ситуация. Все штурмовые действия были отбиты. Я сегодня хочу уделить больше внимания Авдеевскому направлению. Буквально час назад у меня была возможность пообщаться с главой Авдеевской военной администрации. Здесь ситуация непростая. Город порядка 10-15 раз за сутки обстреливают, используют абсолютно все вооружение. Мы знаем о том, что 10 ракет буквально за минувшие сутки прилетело в сам город. Вновь страдают жилые районы. И на сегодняшний день порядка 95% разрушенной городской инфраструктуры. Со слов главы военной администрации Виталия Барабаша, россияне используют абсолютно все вооружение, которое у них есть, в том числе и реактивные системы залпового огня «Солнцепек». Если мы поговорим о том, что на самом деле происходит в городе, то, наверное, давайте послушаем главу военной администрации. Он рассказал нам и о ситуации в городе, и о том, что за последнее время больше людей возвращается, нежели выезжают из города. Прошу послушать. Поменяли они свою тактику. Лобовую в город не хотят заходить, потому что, как показывает практика, у них не очень получается уличные бои какие-то. Поэтому они взяли тактику, скорее всего, просто обойти город, не заходя в него, обрезать единственную дорогу. Десятки случаев из, скажем так, одного из тактистов, который вывозит людей из Днепр, из Абдеевска. Реально его цифры за неделю 10 человек вывезли из Днепр, около 50 вернулись назад. В целом, коллеги, хочу сказать, что очень много населенных пунктов и городов Донецкой области, куда люди по-прежнему возвращаются. Это не только Абдеевка. Мы знаем такие случаи и в городе Бахмут, и в городе Солидар, в Краматорске, где более стабильная ситуация, однако небезопасна. Потому что ты никогда не знаешь, когда начнутся обстрелы и какое вооружение будут применять российские войска. Если коротко, то у меня все. Коллеги, продолжаю следить за ситуацией в Донецкой области и оперативно давать вам все свежие новости. Ален, мы тебя очень благодарим. Благодарим за всю работу и за сегодняшнее включение. Готовы будем тебя слышать, как только что-то будет происходить. Ну, имеется в виду, понятно, что и сейчас происходит. Но действительно, будут такие точковые моменты, про которые нужно будет озвучить в прямом эфире. Мы рады будем и готовы будем тебя слышать. Традиционно береги себя и до следующего включения. Я напоминаю, Алена Грамова, наш корреспондент, продолжает работать в Донецкой области. Всю текущую информацию, все, что происходит, пожалуйста, подключайтесь к нашему каналу, к нашим платформам. Вы должны знать про все, что происходит. И вот таким образом мы будем вам обязательно рассказывать, что происходит.